Сила с нами. В сегодняшнем сюжете я собрал инсайды открытия решения за последние 10 лет о правильном дыхании. Будет очень полезно, поэтому сфокусируйтесь. Скорее всего, вы сами, так же как 99% людей вокруг вас, дышите неправильно. Просто потому, что мы живем в новом мире изобилия, а все наши системы, включая респираторную, эволюционировали и настраивались под старый мир, мир дефицита. Собственно, поэтому мы вокруг и видим так много проблем и несчастья, диабет второго типа, ожирение, люди страдают депрессиями, психологическими проблемами. И поэтому куча вокруг специалистов и рекомендации о том, как есть, как спать, какие БАДы использовать и так далее. Но очень мало рекомендаций по поводу правильного дыхания, и это большая ошибка. Потому что без интернета, без развлечений вы можете жить годами, без еды, воды вы можете жить неделями, днями. Но сколько вы проживете без дыхания? Минуты. То есть это очень важный момент. И если неправильное питание, мы примерно уже понимаем, к чему ведет, там диабет второго типа, ожирение, там депрессия и так далее, то к чему ведет неправильное дыхание, которое практически у тотального большинства населения, 99% вокруг вас дышат неправильно. К чему ведет неправильное дыхание? Люди понимают плохо. Еще хуже они понимают, что же с этим делать, как это откорректировать. А если это откорректировать, поменяется очень много в вашей жизни, и прежде всего, значительно вырастет ваше восстановление и ощущение коэффициента полезного действия. То есть вы будете наполнены энергетикой и сможете более эффективно решать те либо иные задачи. Но давайте обо всем по порядку. Вообще существование человечества под очень большим вопросом, потому что мы настолько облегчили окружающую среду, что она перестала стимулировать наше развитие, она начала стимулировать нашу деградацию и разрушение. То есть если раньше мы что-то преодолевали, мы куда-то ходили, это тренировало наши тела, то теперь мы везде ездим, мы чаще сидим, чем передвигаемся пешком либо бегом. И то же самое по поводу вообще всех аспектов нашей жизни. Это касается нашего питания, это касается нашей интеллектуальной деятельности. Если раньше для выживания нужно было изучать кучу-кучу новых вещей, держать их постоянно в голове, и цена ошибки была смерть, то сейчас все, что люди держат в голове, это какие-нибудь новости из инсты, и держат они эти новости, дай бог, там 30-40 секунд в своей памяти, а потом быстро забывают. То есть мы сейчас себя уничтожаем. Человечество идет к своему закату, и идет к своему закату очень быстро. Возможно, я сделаю целый сюжет по поводу депопуляции человечества. Вам очень сильно, мой друг, повезло, потому что вы живете в точке максимального количества населения людей на планете. То есть дальше будет депопуляция. Депопуляция будет очень быстрая. К концу этого века население Китая сократится почти в два раза. Это отдельная, очень болезненная, долгая тема. Сейчас самое главное понять, что наша попытка обуздать окружающую реальность, сделать ее подконтрольной, сделать жизнь проще, эта попытка была успешной. Но обратной стороной этого является то, что когда оно все вокруг такое легкое, мы перестаем, оно нас не тренирует. Мы начинаем деградировать и разрушаться. Это касается всех аспектов, в том числе и нашего дыхания. И если мы говорим про деградацию нашего дыхания и что конкретно происходит в этой современной окружающей среде, то тут есть два ключевых аспекта. Это, назовем так, наши челюсти и наша диафрагма. Диафрагма – это то, что находится под легкими. Начнем с челюстей. Примерно 300 лет назад в разных странах с разной скоростью произошла индустриализация. Что такое индустриализация? Это значит, мы понастроили кучу заводов, фабрик, с помощью которых мы производим полезные ништяки в огромном количестве. В том числе и еду. Еда стала гораздо более доступной, еда стала гораздо более вкусной и мягкой, чем она была раньше. Таким образом мы облегчили себе существование. Проблемой является то, что раз еда стала такой вкусной и избыточной, мы получаем избыточное количество калорий, у нас ожирение, сахарный диабет и так далее. А раз пища стала такой мягкой, значит у нас деградирует вся структура лица, но прежде всего нижняя часть там, где челюсти. Потому что наши предки еще буквально тысячу лет назад, даже полтысячи, пятьсот лет назад, они жевали гораздо больше волокнистой пищи, чем это делаем мы сейчас. Потому что тогда еще не было индустриализации, не было вкусных ништяков, которыми вы питаетесь каждый день. Люди как минимум в несколько часов в день что-то сжевали, какие-то клубни, которые было, их тяжело было и долго готовить, приходилось долго их пережевывать. И когда человек жевал, очень много на протяжении своей истории наш вид жевал. И когда человек жевал, это тренировало структуру лица и прежде всего челюсть. И челюсть у наших предков еще буквально тысячу лет назад, она была существенно более массивной, чем у нас сейчас. Почему? Потому что ей пользовались, сжевали челюстью интенсивно. А мы сейчас едим переработанную пищу и практически не жуем. К чему это ведет? К тому, что челюсть начинает уменьшаться в размере и к тому, что вся структура лица нашего меняется. То есть нижняя часть лица, она не такая грубая и тяжелая, как была у наших предков. И если вы думаете, что это здорово, то вы ошибаетесь, потому что это напрямую, допустим, связано с красотой. Те дети, те молодые люди, кто меньше живет волокнистой пищи, кто меньше в детстве вообще в принципе жевал, которым давали постоянно жидкую пищу, допустим, они менее красивые, чем их сверстники. Потому что у них более уродская структура лица, потому что они ей, грубо говоря, не пользовались с детства. А если мы посмотрим вокруг, все идет именно к этому. То есть даже вот возьмем такую вещь, как молоко детское для грудничков. Вы же понимаете, что там 500 лет назад никаких смесей не существовало, ни с каких бутылочек дети не пили. То есть дети, скорее всего, там где-то 2 года сосали сиську, а после этого сразу переходили на пищу взрослую, и они были вынуждены жевать. И даже когда они сосали сиську, уровень стресса на их структуру лица был гораздо больше, чем сейчас, когда ребенок, допустим, сосет из бутылочки смесь. Почему? Потому что из бутылочки легче. Потому что когда ребенок взаимодействует с сиськой, его лицо, его губы больше напрягаются. Это больше стресс. Именно поэтому, если вы ребенку предложите выбор сиська, либо бутылочка со смесью, он будет всегда брать бутылочку со смесью, потому что там легче. Но там, где легче, это не значит, там хорошо. Там, где легче, там деградация. И поэтому это прям вообще большая проблема. Дети, помимо всего прочего, они имеют уменьшенную структуру их челюсти. У них кривые зубы сейчас. Сейчас очень много кривых зубов. Почему? Челюсть уменьшается по сравнению с тем, что норма, по сравнению с тем, что было там 500 лет назад. Челюсть уменьшается, а зубы там есть. Куда им деваться? Они начинают расти в разные стороны. Вот мы и приходим к кривым зубам. Структура вообще лица, диспропорция возникает. Она нарушается. Лица менее красивые. Подбородки более впалые. И все это выглядит, во-первых, некрасиво. Во-вторых, это нефункционально. Но вы скажете, а при чем же тут дыхание? А дыхание при том, что когда у вас нижняя часть лица уменьшается, когда у вас челюсть становится меньше, то у вас и каналы, по которым происходит дыхание, они тоже уменьшаются. То есть, если вот нижняя часть уменьшается, соответственно, мы же через нижнюю часть получаем кислород. Мы дышим. И если вся эта конструкция уменьшается, то, соответственно, нам, чтобы получить нужный объем кислорода, нам приходится дышать чаще. А наша система на это, извините, не рассчитана. Наша система рассчитана на старые каналы, которые были больше, чем сейчас. Но из-за того, что мы вот этой нижней частью пользуемся меньше, она у нас деградирует из-за мягкой пищи. И, соответственно, у нас уменьшается она, и уменьшаются каналы, по которым мы дышим. И чтобы компенсировать это, человеку приходится дышать чаще. Либо, когда у него воздуха не хватает, ему приходится хапать, открывать рот, дышать ртом. А это вообще беда. Мы сегодня про это будем говорить. Дыхание ртом – это самое поганое, что может быть в принципе. По ряду причин. Прежде всего, что на это не рассчитано. То есть, там нет защиты, нет увлажнения. Эффективность дыхания через рот существенно меньше, чем через нос. Это запасной вариант. Но мы вынуждены периодически пользоваться запасным вариантом, потому что наша структура лица поменялась. Нам часто не хватает кислорода через основной, через наш нос канал. И это ведет к различным штукам неприятным. То есть, когда вы чаще дышите, ваша система перенапрягается, вы не получаете достаточно кислорода. Кислород, который вы получаете, некачественный, он плохо увлажняется. И это особенно критично, например, когда вы спите. Вы, потому что это не чувствуете, вам нужно хорошо восстанавливаться, отдыхать. Для этого нужно получать достаточное количество кислорода. Вы его достаточно не получаете. Вам приходится чаще дышать. Когда не хватает, вам приходится открывать рот. И вот у вас уже на утро у вас сухой рот. Вы чувствуете слабость. Вы не чувствуете, что вы отдохнули достаточно. И вам кажется, ну, наверное, там я просто плохо спал. Вчера, может быть, что-то посмотрел. Психика перевозбуждена. А это тупо связано с тем, что, например, вы ночью спали с открытым ртом. И поэтому эффективность восстановления была снижена. Воздух был сухой, он был не увлажнён. И туда, и сюда, короче. В общем, вы плохо восстановились. Куча проблем. Это вот что касается челюсти. Челюсть уменьшается. Внешняя красота тоже меняется. То есть, если вы хотите, чтобы ребёнок был более красивым, то нужно ребёнка как можно раньше заставлять есть волокнистую пищу. Чтобы он пользовался своими челюстями. А не ел какие-нибудь бесконечно кашки. И не пил постоянно какие-нибудь смеси. Потому что, да, это легче. Такое легче в него засунуть. Но у него не тренируется лицо. Структура лица у него деградирует. И, соответственно, ребёнок растёт. И он будет не таким красивым, как бы он мог быть. Потому что он не пользовался своим лицом. Извините. Это что касается челюсти. Теперь, что касается диафрагмы. Когда мы дышим, мы на самом деле даём приказ своей диафрагме, которая находится под лёгкими, опускаться. То есть, когда я делаю вдох, моя диафрагма идёт вниз. И, соответственно, создаётся вакуум в моих лёгких. Вот одно лёгкое, второе. Вот под ними диафрагма. Диафрагма идёт вниз. И создаётся вакуум. Лёгкие открываются. Вакуум в лёгких. Соответственно, туда заходит кислород. Когда я делаю выдох, соответственно, диафрагма поднимается вверх, и воздух выходит из лёгких. То есть, лёгкие – это такие шарики, которые надуваются за счёт вакуума внутри. А вакуум внутри за счёт мышцы. А мышца – наша диафрагма. Диафрагма пошла вниз, лёгкие раскрываются, вакуум пошёл туда воздух. Диафрагма пошла вверх, лёгкие сжимаются, выдох – воздух выходит. Вот так оно работает. Так в чём проблема? Проблема в том, что у нас полностью поменялся режим физической активности. Раньше наши предки, они часами каждый день ходили, они что-то искали, еду, охотились. То есть, они много физически перемещались. И мало сидели. А сейчас всё происходит совершенно наоборот. Сейчас мы мало перемещаемся, много сидим. Вы пришли на учёбу, вы сидите. Вы пришли на работу, вы сидите. Вы пришли домой, вы сидите. Что происходит, когда мы сидим? Когда вы сидите, у вас чаще всего меняется поза таким образом, что ваша диафрагма зажата. То есть, когда вы ходите, бегаете, прыгаете, у вас плечи назад, грудь вперёд. И в такой ситуации диафрагма может полностью ходить вверх-вниз, то есть, может полностью раскрываться и полностью наполнять ваши лёгкие воздухом. Но когда вы сидите, ваша диафрагма, грубо говоря, зажата вашими бёдрами, вы сидите на стуле и весом вашего тела. А если вы ещё склонились, что-то пишите, допустим, либо спина у вас сгорблена, то тогда вообще беда. Получается, что современный человек, из-за того, что у него очень много сидячей работы, его диафрагма, она вместо 90-100% работы вверх-вниз, она работает в очень узком диапазоне. То есть, вот вы сидите, и вы дышите. Вам не очень комфортно в такой позе полностью раскрыть диафрагму, поэтому она работает в узком диапазоне. А из-за того, что она работает в узком диапазоне, вам не хватает опять воздуха. И вам приходится дышать чаще. Человек даже не замечает, но он дышит чаще. А иногда, человек, это же не контролирует головой, иногда ему не хватает воздуха, а он начинает вообще хапать ртом. Он начинает дышать ртом. И опять-таки у нас пошли все остальные проблемы. То есть, человек не получает достаточно, в достаточном количестве правильного воздуха, хорошего воздуха. Хороший воздух, это тот, который через нос, который увлажнён, который защищён оксидом азота и прочие полезные штуки. И, соответственно, у нас челюсть маленькая, каналы уменьшены, структура лица уменьшена, соответственно, меньше идёт кислорода. Диафрагма у нас работает не в полную мощь, как работало у наших предков, потому что мы сидим очень много, двигаемся очень мало. И, соответственно, у нас ещё частичная амплитуда. У нас получается двойная проблема. В результате двойной проблемы у нас неправильное дыхание. Неправильное дыхание тащит кучу-кучу всего остального. Добавьте сюда такой интересный момент, что с возрастом объём лёгких у человека уменьшается. То есть, он получает ещё меньше кислорода. И вообще, если мы говорим про долголетие, есть маркер, самый лучший маркер долголетия всех существующих. Маркер, с помощью которого можно определить, насколько долго будет жить тот либо иной человек. Что вы думаете, это за маркер? Это объём полезного кислорода, который человек может накапливать своих лёгких во время физической тренировки. Этот объём полезного кислорода, он зависит от тренированности. То есть, чем больше человек тренируется, в частности, делает аэробных упражнений, тем больше у полезного кислорода он может запасать. И вот этот вот параметр, он лучше всего коррелирует с долголетием. То есть, есть много различных параметров. То есть, была информация о том, что, если мы говорим про силовые упражнения, очень важна сила ног, допустим, да, то есть, как человек, если для долголетия лучше, самое лучшее упражнение из силовых, это приседания, кстати. Ну, это всё так, но уровень запасания кислорода, это более важный параметр. Он, как ничто другое, отвечает за долголетие. Что это значит? Это значит, что если вы хотите жить долго, то вам нужно делать кардио и делать кардио периодически интенсивное, для того, чтобы ваши лёгкие учили запасать полезный кислород. Это тот фактор, который будет влиять на продолжительность вашей жизни. Что из всего этого можно, так по-быстрому, какой вывод можно сделать? Вывод такой, нужно дышать носом, а не ртом, нужно дышать полной грудью, нужно стараться добавлять больше физической активности, поменьше сидеть, для того, чтобы у вас диафрагма полностью раскрывалась. Ну, и если мы хотим увеличить свою продолжительность жизни и свою вообще эффективность по жизни, то нам нужно делать кардио нагрузку, для того, чтобы интенсивно дышать. Понимаете? То есть, можно, конечно, вот так вот просто сесть и заставить, ментально заставить себя дышать полностью, чтобы диафрагма ходила, раскрывалась и закрывалась полностью, но более естественно и органично будет, если вы сделаете это во время физической нагрузки. То есть, если вы делаете кардио, то во время кардио у вас автоматически всё это будет происходить само собой. Почему люди дышат через рот? Потому что им не хватает воздуха через нос. Они вынуждены переключиться на запасной вариант. Почему дыхание через рот это плохо? Потому что это дублирующая запасная система. У нас есть основная система дыхания через нос, и мы получаем классный кислород, когда дышим через нос. Но если что-то случилось с вашим носом, вы его поломали, у вас насморк, у вас есть дублирующая запасная система. Это очень критически важно, потому что без кислорода вы буквально можете прожить несколько минут. Поэтому в организме есть дублирующая система. То, что вы можете, допустим, пить воду через нос, не говорит о том, что вам нужно пить воду носом. Это будет очень неудобно. Это, да, такая дублирующая система, но для еды у нас есть рот, а для дыхания у нас есть нос. И не надо это путать друг с другом. Люди это вынуждены сейчас путать, потому что им не хватает, из-за того, что из-за деформации черепа, из-за деформации структур лица, и из-за деформации в нашей структуре физической активности диафрагма двигается частично. То есть людям не хватает кислорода, они вынуждены подключать дублирующий контур. А дублирующий контур делает все еще хуже, потому что он не предусмотрен для постоянного вдыхания таким способом. В чем же преимущество, когда вы дышите носом перед той ситуацией, когда вы дышите ртом? Воздух на 40% лучше увлажняется. У нас там куча-куча всяких ворсинок находится, которые задерживают всякие вредные штуки и увлажняют воздух. Более того, воздух прогревается. Это особенно хорошо заметно, допустим, зимой, когда вы на улице. Попробуйте дышать через нос и попробуйте дышать через рот. Это две большие разницы. Две большие разницы. Холодный воздух создает дискомфорт, когда вы дышите через рот, больше, чем когда вы дышите через нос. Правильно? Нос защищает. Он для этого и эволюционировал. Более того, там находится запас оксида азота, который вырабатывается вот ткани, которые в носе, они вырабатывают оксид азота. И оксида азота вырабатывается при дыхании через нос в шесть раз больше, чем когда вы хапаете через рот. Почему это важно? Потому что оксид азота это такой страж, который убивает вирусы, инфекции. То есть, когда вы дышите через нос, вы лучше, существенно, лучше защищены от различных вирусных инфекций, чем когда вы дышите через рот. То есть, в носу есть система защиты против вирусов и инфекций. В носу есть система увлажнения воздуха. В носу есть система подогрева воздуха. То есть, тот воздух, который поступает через нос, он более эффективный, он более полезный, он более качественный, чем тот, который вы получаете через рот. рот это запасное это дублирующий контур кстати есть один очень необычный лайфхак который я раньше не знал вот оксид азота его через дыхать когда вы дышите через нос его гораздо больше в 6 раз чем когда вы дышите через рот так вот можно уровень оксида азота поднять в 15-16 раз если вы будете гудеть носом когда вы напеваете себе какую-то песню что-то мурлыкаете в нос гудите носом то происходит растряхивание вот этих вот тканей в носу и у вас вырабатывается существенно больше оксида азота чем при обычном дыхании то есть это особенно может быть полезно условиях какого-нибудь к вида до в условиях какой-нибудь инфекционного заболевания потому что за счет вот этих вот микро вибраций вы получаете больше оксида азота и соответственно у вас более качественная защита от окружающей среды но в частности защита от вирусных инфекций от всяких микробов пользуйтесь лайфхаком вот то есть нос он дает нам существенно более качественный кислород чем тот который мы получаем через рот что же нам совсем этим можно сделать на практике как нам поменять свое дыхание так чтобы чтобы шло все через нос и чтобы нам хватало и в целом чтобы мы чувствовали себя хорошо форма закладывает содержание содержание закладывает форму одна из главных проблем современного человечества что вот мало у нас физической активности много сидим постоянно это меняет нашу позу и соответственно эта поза форма меняет содержание поэтому для того чтобы содержание поменялось нужно поменять форму если вы встанете распрямитесь если у вас будет прямая спина плечи назад грудь вперед то в таком состоянии но будет гораздо проще дышать проще раскрывать диафрагму и вам будет хватать того кислорода который вы дышите который вы принимаете через нос вам не нужно будет хапать ртом такая рекомендация поэтому если вы чувствуете что вам не хватает кислорода и это очень часто бывает когда вы допустим где-то на работе находитесь особенно если там закрыты все окна сегодня про это поговорим более подробно но смысл какой походите встаньте то есть если есть возможность свою работу сидячую добавить какой-то элемент хождения добавьте то есть вы сидите за столом в офисе но вот идут какие-то звонки можно встать поговорить по телефону встаньте поговорите когда вы будете ходить двигаться вашей диафрагме будет ходить проще легче чем если вы постоянно когда сидите то есть создавайте такую форму которая поможет изменить содержание то есть не сидите постоянно на стуле а старайтесь ходить двигаться для того чтобы ваша диафрагма работала в таком состоянии носу будет проще включаться и получать весь нужный объем кислорода когда я был ребенком мне очень нравилось плавать под водой и я тренировался я задерживал дыхание это минуты на 2 для того чтобы проплыть под водой там метров 50 и для того чтобы повысить свою эффективность я делал гипервентиляцию то есть перед тем как занырнуть при тем как задержать дыхание на две минуты я делал гипервентиляцию я очень долго и интенсивно и быстро дышал для того чтобы насытить свою кровь кислородом я думал что это помогает я помню много раз были такие моменты когда у меня даже немножко кружилась голова я думал что это от переизбытка кислорода я был не прав когда вы делаете гипервентиляцию когда вы пытаетесь насытить свою кровь кислородом вы тем самым уменьшаете количество кислорода в своих клетках и это очень контринтуитивно но сейчас вы поймете как это работает этот эффект называется эффект бора известный ученый не сбор его открыл там сто лет назад смысл в чем когда в системе много кислорода например когда вы делаете гипервентиляцию да то есть очень много кислорода попадает систему соответственно чем больше кислорода попадает систему тем меньше там количество углекислого газа потому что они на контрфазе работают а чем больше одного тем меньше другого и так далее так вот чем больше кислорода по Ваша система, тем меньше углекислого газа, чем меньше углекислого газа в вашей системе, тем больше приказ идет клетки не запасать кислород, не связывать, не удерживать кислород гемоглобином. И это логично, потому что раз углекислого газа мало, ну, значит, у кислорода много, значит, не запасай кислород. И наоборот, если в вашей системе окружающая кислорода мало, например, гипоксия, например, высокогорье, вы там 2000 метров над уровнем моря, кислород более разряженный, то есть кислорода в окружающей системе меньше, и чем меньше кислорода, тем больше углекислого газа. И это дает приказ вашим клеткам больше запасать кислород. То есть гемоглобин лучше связывает, запасает кислород. Способность ваших клеток накапливать и удерживать кислород увеличивается. На этом, кстати, строится очень много серьезных допингов. Есть такой допинг ретропоэтин, который увеличивает количество телец, количество гемоглобина и количество возможного запаса кислорода в ваших клетках. Это такой допинг, из-за которого кровь становится густой, и огромное количество бегунов и, в частности, велосипедистов в свое время умерли именно от этого допинга, потому что они прям на дистанции кололи себе шприца и ретропоэтин для того, чтобы увеличить количество клеток и количество запасенного кислорода, потому что он дает выносливость на большой дистанции. То есть этот механизм, он работает, его можно с помощью препаратов, с помощью ретропоэтина, а можно его стимулировать, естественно, с помощью высокогорья. Поэтому часто каких-нибудь элитных спортсменов, которым нужна выносливость, их там перед соревнованиями везут в горы, и они там несколько недель живут. Потому что окружающая разряженная атмосфера, в которой мало кислорода, она создает большее количество углекислого газа в системе, и это дает приказ их клеткам запасать, связывать больше кислорода. Какой практический вывод из этого можно сделать? Ну, во-первых, если вы хотите побольше запасти кислорода в своей системе, то ваша гипервентиляция, когда вы интенсивно дышите, она только вам вредит, потому что уровень углекислого газа падает, и, соответственно, способность связывать кислород клетками снижается. Вы можете даже потерять сознание. И есть такие игры детские, когда, типа, много-много дышат, а потом ловят такой приход, да, там, голова начинает кружиться, и люди думают, что это от переизбытка кислорода. Нет, это от недостатка кислорода. Из-за того, что вы интенсивно дышите, способность ваших клеток связывать кислород снижается, и кислорода в мозге меньше, и поэтому вот этот вот человек ловит приход. На практике что можно с этим сделать? Какая польза? Польза такая, что если вы хотите эффективно запасать кислород и вообще себя хорошо чувствовать по жизни, вам нужно дышать не быстро, а наоборот медленно. То есть, когда вы дышите медленно, тем самым вы не даете в системе накопиться большому количеству кислорода, и у вас нужная концентрация углекислого газа. То есть, не избыточная концентрация углекислого газа, и это дает сигнал вашим клеткам лучше запасать кислород. То есть, когда вы дышите медленно, качественно, то ваши клетки лучше запасают кислород, и вы себя лучше чувствуете, чем когда вы дышите часто. А большинство людей тотально вокруг нас, они совершают эту ошибку. Они совершают ее как в сознательном состоянии, просто по жизни. Люди интенсивно и много дышат, и часто ртом, по всем тем причинам, что я уже вам рассказывал. И они особенно часто эту ошибку совершают ночью в бессознательном состоянии, когда спят. Они это не контролируют, воздуха им не хватает, у них каналы узкие, и они начинают дышать. Как? Они начинают дышать ртом, дышать часто, получают плохой воздух, получают его в недостаточном количестве, и потом на следующее утро очень плохо себя чувствуют. Для человечества, естественно, стремиться к более простой и легкой жизни. Это то, куда мы двигаемся всю свою эволюцию. Мы постоянно пытаемся обуздать окружающую среду, сделать ее более комфортной, чем она была раньше с нашими предками. Мы построили великолепные заводы, фабрики, мы живем в комфортных жилищах, строим здания, проводим туда отопление. Все для того, чтобы не мерзнуть, все для того, чтобы защититься от окружающей среды, чтобы нам было хорошо. Но, как часто это бывает, когда что-то лечишь, то что-то калечишь. И если мы говорим про наше жилище, то одним из таких ключевых факторов является уровень углекислого газа. Уровень углекислого газа на улице существенно меньше, чем тот уровень углекислого газа, в котором мы постоянно находимся в квартирах. Почему? Потому что мы дышим. Мы дышим, выпускаем углекислый газ, и он накапливается в закрытых пространствах наших квартир. И это ведет к снижению когнитивной функции. Если говорить про цифры, это работает так. Есть такой параметр – количество частей углекислого газа на миллион частей окружающего воздуха. Так вот, считается, что в норме то, что находится на улице – это 400 частей на миллион. Этот параметр называется PPM. 400 PPM – 400 частей углекислого газа на миллион частей воздуха. Типа, это хорошая концентрация углекислого газа. Ваш мозг будет работать, как он должен работать, его ничто не будет тормозить. Но если вас посадить в какое-нибудь закрытое помещение, то уровень углекислого газа в нем постепенно начнет расти, потому что вы дышите. Уровень углекислого газа дойдет до 800 сначала. 800 – это считается такая зона пограничная. То есть после 800 уже надо что-то делать. Открыть фоточку, открыть окно, проветрить. Есть исследования, которые говорят, что у некоторых детей при концентрации углекислого газа 800 PPM у них на 10-20% может снижаться когнитивная функция. Но если уровень углекислого газа поднимается дальше и доходит до 1500, до 2000, то в такой ситуации когнитивная функция снижается на 50%. Что это значит на практике? Это значит, если вы находитесь в душном помещении, вы, может, даже сознательно не отдаете себе отчета, что вы находитесь в невентилируемом душном помещении, вы работаете, работаете, вы себя ощущаете, все хорошо вам кажется. Но вот что-то как-то нет сил сфокусироваться, что-то как-то хочется чаще отдыхать, как-то вы не можете поймать мысль, она от вас постоянно уходит. Это такая, знаете, тонкая материя, что ее сложно осознать. То есть просто ваш коэффициент полезного действия падает. Вот вы сидите на работе, вы только пришли, вы заряжены, все хорошо работает, ну вот прошел час-два, а вас там на работе сидит в одном помещении, допустим, 5 человек, и все дышат, и это углекислый газ, и он накапливается, 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 и вот уже прошло пару часов, и мозги уже не работают, уже креативные идеи никакие не идут, когнитивная функция снижается. Это хорошо исследовано, есть очень серьезные бумаги, которые это все подтверждают, особенно на детях, это хорошо исследовалось, потому что дети, они там сидят по 20-30 человек в закрытых помещениях, и не всегда эти помещения можно проветрить, например, если зима. Если это лето, то тогда проблем никаких нет. Вы открыли форточку, вы открыли окно, и у вас идет естественная вентиляция, и соответственно тот углекислый газ, который вы выдыхаете, он выходит. Но если вы находитесь в помещении, которое закрыто, а некоторые люди думают, что вот те естественные вентиляции, которые есть в помещении, что их хватает. Ни хрена их не хватает, они чаще всего забиты, они вообще чаще никогда не работают. Я этот вопрос, мне этот вопрос интересен стал достаточно давно, лет 5-10 назад, и я периодически слежу в различных помещениях, где какой уровень углекислого газа. Например, вот сейчас в этом помещении, где я нахожусь, 900 ppm. Когда я начинал эту съемку час назад, тут где-то было 500-550 ppm. Но я закрыл дверь, и соответственно у меня тут есть система вентиляции, но моей системы вентиляции не хватает даже для меня одного, потому что я достаточно интенсивен сейчас. Я вам что-то тут наговариваю, руками тут машу, соответственно я дышу, углекислый газ выходит, форточки, естественно, закрыты, и моя система вентиляции, она не справляется. И поэтому тут уже на данный момент 900 ppm. Когда я завершу съемку, я открою дверь и постепенно упадет до 600-700. Это прям вот норма для меня. Но это просто иллюстрация того, что уровень углекислого газа незаметно для вас, он всегда растет в закрытых помещениях. И ситуация особенно поганая зимой, зимой, потому что зимой для того, чтобы не было холодно, вы закрываете окна форточки, вы не можете их открыть надолго, и у вас начинаются большие проблемы именно с углекислым газом. А когда углекислый газ накапливается, знаете, вот если комната небольшая, там, например, 15 квадратных метров, форточки закрыты зимой, вот вы ложитесь спать, и вы утром просыпаетесь, такая вот духотища, вот, ну, духота, такое чуть ли не скоро капельки начнут на стеклах образовываться. Вот это вот оно, то есть вы надышали в этой комнате, в ней собралось огромное количество углекислого газа, и качество вашего восстановления отдыха было очень сильно снижено, потому что качество воздуха плохое. Качество воздуха плохое, и оно влияет вообще на все, но незаметно. То есть вы просто сидите, вы не можете поймать мысли, вы не можете сфокусировать, ваша продуктивность поганая, из-за того, что большая концентрация углекислого газа. Тут есть, кстати, ну, другие еще моменты. Когда зима, у нас еще включается отопление, то есть вы дышите в закрытом помещении, у вас накапливается углекислота, и, соответственно, вы уже тяжело соображаете, все ваши системы работают погано, потому что избыток углекислоты. Но при всем при этом еще температура высокая, а высокая температура создает очень сильный перепад по влажности. То есть, когда на улице мороз, а у вас хорошо прогревается помещение, это создает, ну, чтобы глубоко физику сейчас не уходить, это очень сильно сушит воздух в вашей квартире. У вас там, у вас влажность может упасть там до 20%, например, а должна быть там 40-50%, а оно у вас до 20% упало. То есть, у вас куча углекислого газа, и при всем при этом вы еще вынуждены дышать очень сухим воздухом, и ваш нос не справляется с увлажнением. А если у вас ночью еще вы хапаете ртом, вот представьте, какая гремучая смесь. Куча углекислоты вокруг, тяжело надышаться. Плюс еще жарко, а на улице холодно, влажно, снижено, соответственно, воздух получается сухой, и вы еще ртом им дышите. То есть, носом он бы увлажнялся там на 40% эффективнее. Но вы дышите ртом, вам не хватает, он вообще никак не увлажняется. Вот эта гремучая вообще смесь, она особенно сильно проявляется в холодное время суток, когда работает отопление, когда все нахрен закрыто, и когда вы не вентилируете помещение. У вас избыток углекислого газа, у вас очень низкая влажность в помещении, и вы не понимаете, почему в зимнее время ваша продуктивность существенно хуже, чем в летнее время. Вам кажется, что летом просто там солнышко-травка. Не солнышко и не травка. Летом у вас форточка открыта, поэтому кислорода достаточно, углекислый газ в норме там. 600-700. А зимой, соответственно, у вас наоборот, там, тысяча, полторы, две тысячи ппм углекислого газа, переизбыток, недостаток кислорода, так воздух еще к тому же очень сухой. И поэтому вы чувствуете себя плохо. Какие рекомендации? Если есть возможность вентилировать помещение. То есть, естественная вентиляция это то, что доступно всем. Открывать форточку, когда погода, температура позволяет вам открывать форточку. Чем чаще вы открываете форточку, тем меньше углекислого газа, тем больше воздуха у вас в помещении, и тем лучше работают ваши мозги. Микроцикл дыхания любого человека состоит из двух составляющих. Из вдоха и выдоха. Соответственно, вы можете управлять скоростью вдоха и выдоха, либо количеством вдохов и количеством выдохов. Возникает вопрос, как это будет влиять на наш организм? Что вообще от этого меняется? Короткий ответ. Меняется прежде всего ваш сердечный ритм. И это можно использовать для того, чтобы ускорять либо замедлять свой сердечный ритм. И в частности, для того, чтобы снижать уровень стресса. Если что-то поганое произошло в вашей жизни, и вам нужно быстро успокоиться, то с помощью управления скоростью и количеством вдохов и выдохов можно замедлить свой сердечный ритм и быстро успокоиться. И, собственно говоря, вы, наверное, часто видели такую ситуацию, когда, например, человек, ребенок, когда он плачет, он делает такие вот такую вещь. То есть он делает несколько быстрых таких судорожных вдохов и потом выпускает медленно воздух. Он это делает бессознательно, но это способ замедлить сердечный ритм и замедлить стресс, выйти из стресса. Давайте я вам расскажу вообще, как этот механизм устроен. Мы можем вдыхать быстро, а можем медленно. И выдыхать мы тоже можем быстро, а можем медленно. На что это влияет? Смотрите, когда вы вдыхаете кислород, то, по сути, вы ускоряете сердечный ритм. А когда вы выдыхаете, то вы замедляете сердечный ритм. Это если по-второму, если по-простому. А вообще механизм работает следующим образом. То есть вы, когда делаете вдох, у вас диафрагма пошла вниз, у вас объем легких увеличился, то есть у вас объем увеличился, а кровь осталась в том же объеме, что была. То есть объем органов увеличился, объем крови, что был, что и остался. Соответственно, в такой ситуации кровь начинает передвигаться медленно. Крови осталось то же количество, а объем органов стал больше за счет механики. Вы опустили диафрагму, у вас все расширилось. И, соответственно, кровь начинает двигаться меньше. И мозг, понимая это, отдает приказ на ускорение тока крови. То есть когда вы делаете вдох, кровь механически начинает двигаться меньше, потому что объем вырос. И, соответственно, мозг для того, чтобы это скорректировать, дает приказ сердцу сокращаться чуть-чуть интенсивнее, для того, чтобы заполнить это кровью быстрее. Кровь начинает двигаться быстрее. А когда вы делаете выдох, то происходит обратный процесс. Когда вы делаете выдох, у вас диафрагма поднимается вверх, объем снижается, органов, а кровь осталась та же, что была. То есть давление растет, кровь начинает быстрее двигаться, потому что объем стал меньше, а кровь осталась в том количестве, что и была. И, соответственно, раз она двигается быстрее, мозг отдает приказ на замедление. То есть сердечный ритм замедляется. Сердце начинает стучать медленнее. Вот так и получается, что когда вы делаете вдох, это способствует ускорению тока крови. Ну и, соответственно, когда вы делаете частые вдохи, это способствует повышению сердечного ритма, скорости сердечного ритма. А когда вы делаете выдох, то у вас происходит замедление сердечного ритма. Но вы спросите, а при чем же тут стресс? А дело в том, что стресс – это симпатическая и парасимпатическая нервная система. То есть симпатическая нервная система включается, когда беги либо нападай, что-то произошло, что-то неприятное, ну стресс, да? И, соответственно, это такая суперспособность вашего организма. У вас кровь от желудка ушла, у вас углеводы впрыснулись в кровь для того, чтобы была быстрая энергия, у вас гормоны впрыснулись в кровь, и, соответственно, вы получили такую, знаете, суперспособность. То есть стресс – это неплохо, это суперспособность на каком-то коротком промежутке для того, чтобы напади либо убеги, для того, чтобы вам дать какую-то суперспособность тут и сейчас. но это на коротком промежутке времени поэтому хронический стресс плохо да когда вы там как я заплачу ипотеку два года думать и это разрушает ваш организм потому что хронический стресс стресс дает плюсы когда он тут вот выработался вы его использовали для решения физической задачи и потом отдыхаете сразу же а если это длится год-два то это нахрен разрушает всю систему но это другая тема смысл в том что когда стресс произошел дело сделано после этого включается пара симпатическая система то есть когда вы отдыхаете когда вы восстанавливаетесь и признаком работы пара симпатической системы является замедление чсс сердечного ритма и одно влияет на то это влияет на одно выразился конечно не очень но смысл смысл в том что стресс влияет на сердечный ритм и сердечный ритм влияет на ощущение стресса то есть если вы замедляете свой сердечный ритм это сам это приказ пара симпатической системе это приказ о том что типа стресс закончился мы отдыхаем восстанавливаемся соответственно дыши восстанавливайся отдыхать то есть когда вы очень сильно нервничать и переживаете что-то произошло вашей жизни то одной из самых лучших стратегий правильного дыхания чтобы успокоиться является два быстрых вдоха когда вы то есть вы делаете вдох и потом еще добиваете еще одним короткой вы делаете быстрый вдох и добивайте еще одним вы когда вот делайте вдох и добивайте еще одним это я же вам говорю даже когда вы дышите вы как бы ускоряйте чсс до типа увеличивайте как бы стресс если так вот по простому но в данном случае если вы попали в какой-то сильный стресс то у вас альвеолы вот эти вот мешочки которые в легких запасают кислород они часто скомканы сложены сломались скомканы скомкались и вот это вот вот этот вот метод когда вы делаете вдох вдох короткий и потом добивайте еще микро вдохом то есть вы тем самым их бых резко наполняете после этого делайте медленный выдох то есть медленный медленный выдох это успокаивайся дать сердце ритм сердца успокаивается это мы вышли из стресса все хорошо а когда вы делаете вы грубо говоря принудительно эти альвеолы обратно возвращаете в исходное нормальное состояние и вся ваша система в целом восстанавливается у современного человека часто две проблемы он не может заснуть потому что его психика перевозбуждена какими-то мыслями какими-то фильмами которые он посмотрел а вторая проблема то что он плохо спит плохо восстанавливается потому что дышит не носом а дышит ртом во сне а рот плохо приспособлен для дыхания и когда мы говорим про ночной сон чаще всего нам нужно решить вот эти вот две проблемы смотрите как их решить проблема первая проблема засыпания то есть если вы легли в постель и ваш мозг постоянно гоняет по кругу какие-то мысли скакуны которые не дают вам расслабиться и уснуть и вот уже час-два прошел и вы уже начинаете думать о том что прошло столько времени вас это напрягает и это начинает вас такой в микро стресс затягивать и быть чем больше про это думать и тем больше вы в стрессе тем тем сложнее вам заснуть что делать сложно не думать про розового слона чем больше пытаешься не думать про розового слона тем тем больше твои мысли про розового слона то есть единственное решение это думать про белого бегемота то есть нужно переключить свое внимание отвлечься как это сделать проще всего существуют различные техники практики моя любимая самая простая техника если я лежу и вот я уже смотрю что же полчаса час прошел я не могу я не могу заснуть я начинаю фокусировать свое внимание на том как я дышу через нос то есть я пытаюсь представить как кислород заходит через ворсинки моего носа как он попадает мой организм какой он хороший как ему спасибо что он восстанавливает все мои системы как это хорошо что у меня нет насморка даже когда у тебя есть насморк это просто пытка какая-то ты не можешь нормально дышать ты вынужден дышать ртом от а так нос чистый я могу через него дышать боже мой как это хорошо вот вдох раз вот вдох вы то есть я фокусирую свое внимание на том воздухе который заходит через нос мою систему обращаю внимание как он заходит как он выходит заходит выходит и стараюсь не думать больше не о чем и чем больше я фокусирую свое внимание на этом воздухе заходящим в мою систему тем больше я расслабляюсь отвлекаясь от всего остального в какой-то момент я засыпаю то есть существуют различные техники кто-то говорит нам надо считать но вот по моему опыту я пробовал разные когда ты просто фокусируешь свое внимание на дыхание через нос как 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 заходит и выходит кислород то это тебя отвлекает лучше всего и ты засыпаешь это что касается как заснуть теперь что касается как дышать правильно во сне лучшая рекомендация это повесить себе знаете какой-нибудь это может быть даже салфетка какая-нибудь кусочек салфетки намочить закрыли губы и сверху с краешку повесили салфетку мокрую можно повесить какой-нибудь изоленты то есть какой-нибудь липкую ленту все что угодно то есть это не должно быть так чтобы она вот прям вам губы заклеила и чтобы лежали боялись что вдруг у меня там что-то я не могу дышать такого не должно быть то есть это просто напоминание то есть вы будете каждый раз когда дернетесь открыть рт от рот у вас будет напоминание а вы почувствуете что тут что-то висит у вас и что моя задача научиться дышать носом и не дышать ртом то есть эта бумажка либо липкая лента это не то что блокирует ваше дыхание через рот это то что постоянно напоминает вам дышать через нос и если вы будете это делать какое-то количество вечеров то постепенно вы привыкнете и дальше вам уже не нужно будет это липкая лента вы вы научитесь дышать носом очень важно ночью дышать носом есть удивительные исследования которые говорят о том что например сдвг чуть ли чуть ли не на 99 процентов это причина неправильно дыхание то есть дети ну знаете такие нервные активные дети с синдромом сдвг вот одно из самых свежих объяснений которые я встречал в в научных трудах это то что они дышат ртом и вот это вот такие вот последствия я не знаю как это объяснить научно но встречал такую информацию что когда дети начинали правильно дышать носом во сне научились то у них все нормализовывалось то же самое я встречал например по поводу астмы ну то есть астма такая такое заболевание которое как только не лечат и хирургическим в том числе путем но вот я встречал информацию о том что если откорректировать свое дыхание и научиться дышать не но не не ртом а носом в частности когда вы спите ночью то вся симптоматика проходит и человек восстанавливается то есть многие вещи в нашей системе они разрушаются и мы вместо того чтобы брать причину мы лечим следствия но это знаете это как с диабетом 2 типа когда у человека диабет 2 типа он приходит к доктору доктор его смотрит выписывает ему всякие там таблетки типа там который увеличивает чувствительность к инсулину метформин какой-нибудь такого плана таблетки и человек дальше продолжает страдать дальше ест как ест и на самом деле его не лечат а просто снимают там симптоматику а причину почему вот у него диабет 2 типа ее не устранили а причина диета то есть он неправильно питается он мало двигается и много потребляет вкусной сладкой еды то есть ему нужно много двигаться и ему нужно убрать сладкое своего рациона и тогда он вылечится ему некие таблетки не нужны но почти никогда никто это не рекомендует потому что зачем здоровый пациент как с него тогда брать деньги за консультацию пусть он болеет постоянно мы постоянно будем выписывать за консультации будем постоянно брать деньги за метформин будем постоянно брать деньги то есть у нас такого будет вечный клиент до конца своих дней возможно это объяснение да почему это пример то есть очень многие болезни в нашем обществе происходят из-за того что мир вокруг стал слишком простым и это нас разрушает это нас деградирует и нам нужно его сделать чуть более сложным то есть начать больше двигаться начать контролировать свое свое питание меньше жрать больше двигаться меньше смотреть порно больше взаимодействия с людьми а не с интернетом ну вот такие вот вещи но заработать проще на каких-нибудь рекомендациях на каких-нибудь таблетках и то же самое там с астмой и там всякими сдвг с различными какими заболеваниями тоже люди ходят на консультации лечатся а начать то нужно просто с оптимизации своего режима прежде всего дыхание научитесь дышать как дышали ваши дедушки и бабушки научитесь дышать носом а не ртом добавьте больше физической активности меньше жрите поганого и в организме начнутся позитивные изменения сейчас давайте поговорим о упражнениях как сформировать правильное дыхание но сначала я хочу поставить ваш акцент на формирование правильных привычек потому что часто люди думают что важна воля типа мне нужно вот знать как и что делать плюс воля и тогда я сделаю все что все что угодно давно доказано что воля она сильно зависит от вашего психического статуса сегодня то есть а он зависит у вас от уровня стресса если произошло что-то плохое ваша жизнь сегодня то ваш статус будет низкий резистентность будет к соблазнам низкая и соответственно вы не сможете сделать с помощью воли что-то полезное скорее всего наоборот вы сделаете что-то вредное сидите что-то поганые поступок какой-нибудь о котором потом жалеть будете то есть воля плохо помогает для того чтобы делать правильные вещи что помогает хорошо привычки в этом плане я вам рекомендую почитать книжку атомные привычки там досконально и подробно описано как избавляться от вредных привычек и формировать полезные привычки если кто-то еще не читал эту книгу дайте мне знать может быть снять сюжет на эту тему потому что книга действительно хорошая и в ней структурно обозначены все основные моменты все основные проблемы почему не получается и что сделать чтобы получилось ну в общем рекомендую книгу теперь давайте по поводу упражнений значит а первое упражнение для начала для того чтобы вы поняли как вообще в вашем организме что работает нужно проконтролировать вашу диафрагму вашу грудную клетку и ваше горло начнем с диафрагмы берете руки и кладете себе на пояс на пояс и начинайте делать вдох но делайте вдох не верхом а низом то есть делайте вдох таким образом чтобы почувствовать как диафрагма идет вниз то есть как ваш ваша талия начинает расширяться она расширяется а то есть многие считают что это вы дышите животом это вы не дышите животом это ваша диафрагма идет вниз и соответственно когда она идет вниз у вас чуть-чуть руки расходятся расходятся Вот прочувствуйте это движение, научитесь дышать диафрагмой для того, чтобы потом постоянно включать ее в работу, чтобы она у вас работала не в частичной амплитуде, а в полной. То есть, вы делаете вдох, и вы чувствуете, как диафрагма идет-идет. То есть, так вам будет легче, вы научитесь контролировать диафрагму, вам будет легче ее потом постоянно подключать все больше и больше в работу. Вторая вещь. Кладем руки на грудь, пальцы почти вместе, и потом делаем вдох, и пальцы у нас расходятся в стороны. То есть, у нас пальчики расходятся, и тем самым мы видим, что наша грудь наполняется кислородом. То есть, мы учимся раскрывать полностью свои легкие. То есть, диафрагма идет вниз, легкие у нас раскрываются, и побочкой является то, что грудная клетка надувается, руки расходятся в стороны. И третий момент. Вы кладете руки себе на горло, и когда вы делаете вдох, нужно, чтобы вы ничего не чувствовали, чтобы вы не чувствовали напряжение, натяжение в мышцах шеи. Мышцы шеи должны быть абсолютно расслаблены. То есть, тут у нас абсолютно расслаблено, тут у нас грудная клетка расходится вперед, а внизу у нас диафрагма опускается вниз, и корпус у нас расширяется. Вот таким образом вы прочувствуете всю механику, как это правильно должно происходить в вашем организме. Что с этой механикой делать? Первое самое эффективное, вот именно в плане тренировок, это когда вы занимаетесь кардио, вы начинаете сознательно контролировать этот момент, чтобы вы дышали больше, работали диафрагмой, и чтобы дышали более глубоко носом, и интенсивность, чтобы это были не короткие, а чтобы это были... То есть, вы дышите медленно, потому что дышать медленнее более эффективно с точки зрения запасания клеток кислородом, то, что я вам рассказывал, эффект Бора, да? И вы понимаете теперь, как это работает, вы это прочувствовали, и вы перекладываете это уже на практические свои занятия, на кардио-тренировки, чтобы ваш организм учился дышать правильно под нагрузкой. Это первое упражнение. Второе упражнение. Когда вы находитесь на учебе, либо в офисе, на работе, контролируйте свою осанку, выпрямитесь, старайтесь включать диафрагму полностью, чтобы она работала, старайтесь, если есть возможность, где-то встать, походить. При любой возможности встать, походить, подвигаться, пользуйтесь этой возможностью и обращайте внимание на свое дыхание. Вначале вам придется какое-то количество дней потратить на это свое внимание, потом это станет автономным, то есть у вас бессознательно откорректируется привычка, как дышать правильно, вы при каждой возможности будете двигаться и дышать в офисе. Это второй момент. И третий момент. Сон. То, что я вам говорил, какая-то наклейка, кусочек изоленты, липкая лента, можно просто кусочек салфетки намочить, положить, чтобы просто ваши губы были сомкнуты и вы понимали, если вы их разомкнете. То есть в тот момент, когда вы их разомкнете, ну вы почувствуете движение этой салфетки, либо липкой ленты, это будет вам напоминание, так, я открываю рот, надо рот закрыть, потому что ваша задача научиться дышать носом. Если вы несколько ночей обратите на это внимание, то это сформирует у вас правильную привычку дыхания носом и вы будете просыпаться в гораздо лучшем состоянии, ваш КПД будет лучше. Первый признак, вы не будете постоянно хотеть воды, ваше горло не будет сухим, потому что люди, которые хапают через рот, им потом воздух плохо увлажняется, все это пересушивает им гортань, им потом на утро очень сильно хочется пить. Кстати, то же самое, когда, вот обратите внимание, марафонцы бегут, им постоянно дают воду. Почему? Потому что они бегут неправильно. Те, кто бегут правильно, те, кто носом дышат, у них хорошо все увлажняется, им вода не нужна. Вода нужна кому? Те, кто задыхаются, те, кто дышат ртом. Те, кто дышат ртом, соответственно, им постоянно нужна вода, чтобы увлажнить свою гортань. Они бегают неправильно и бегают неэффективно. То есть, использование кислорода их клетками очень неэффективно. Чем больше они хапают ртом, тем меньше у них эффективного кислорода и тем хуже. Вот такие вот рекомендации. То есть, контролируем диафрагму, контролируем грудную клетку, контролируем горло. После этого на практике используем во время кардионагрузки, используем во время работы учебы, контролируем позу, контролируем полную работу диафрагмы. И перед сном научитесь закрывать рот, научитесь дышать носом, и тогда очень многое, и очень быстро, и качественно поменяется в вашей жизни. И в завершении чек-лист основных идей сегодняшнего сюжета. Новый окружающий мир опасен для всех наших систем, в том числе и для респираторной. Жизнь оказалась слишком легкой, настолько, что она разрушает наши системы. В частности, наши лицевые структуры уменьшаются, особенно челюсть, и соответственно уменьшаются наши дыхательные каналы, нам приходится дышать чаще, и нам бывает так, что не хватает дыхания через нос. Первый момент. Второй момент. Мы мало двигаемся, много сидим, поэтому получаем сгорбленную позу, и поэтому получаем частичную работу нашей диафрагмы. Соответственно, частичная работа не обеспечивает нас достаточного количества кислорода. Каналы стали меньше, насос работает в частичной амплитуде, соответственно, и там, и тут. В совокупности мы получаем мало, недостаточно воздуха, и вынуждены придумывать какие-то обходные решения. Дышать ртом, дышать чаще, и все это в совокупности приводит к плохому состоянию нашего здоровья, самочувствия, малой энергии, и куча-куча различных болезней, там, начиная с диабета второго типа и заканчивая СДВГ и астмой. Что с этим нужно делать? Нам нужно научиться закрывать рот, не дышать ртом. Нам нужно научиться дышать носом, потому что через нос дыхание гораздо более эффективное. Воздух увлажняется. Воздух получает в 6 раз больше оксида азота, который защищает нас от микробов, от вирусов. Воздух подогревается, то есть дыхание через нос это наше основное естественное дыхание, и так мы должны дышать. Дальше. Нужно научиться контролировать свою позу, плечи назад, грудь вперед, и стараться дышать диафрагмой в полной амплитуде. Не частичной, как большинство людей в офисах, либо на учебе, а полной. По возможности вставать, перемещаться, двигаться и контролировать этот момент дыхания, чтобы диафрагма ходила, чтобы вы дышали полностью и дышали через нос. В обязательном порядке учимся контролировать свое дыхание ночью. Делаем какую-то наклейку на рот, чтобы обратить свое внимание, чтобы мы дышали носом, а не ртом. Иначе мы на утро будем плохо себя чувствовать. Также стараемся избегать гипервентиляции. То есть, чем чаще человек дышит, тем хуже. Эффективность запасания кислорода клетками снижается при гипервентиляции. Эффект Бора. Соответственно, стараемся сформировать такое дыхание, чтобы вы делали 6 вдохов, 6 выдохов в минуту. То есть, медленно обращаем на это внимание, вырабатываем нужную привычку не дышать часто, а дышать реже. Это будет способствовать более эффективному запасанию кислорода, во-первых. Это будет успокаивать наши нервы, антистресс, во-вторых. Вот если вы будете придерживаться вот этих вот рекомендаций, то я уверен, в вашей жизни наступит очень много благоприятных изменений буквально в ближайшие несколько недель. Следующий сюжет у нас будет про красоту. Я вам обещал, почему внешняя красота важнее, чем внутренняя красота. Это очень щепетильный вопрос, в котором и мужчины, и женщины врут по поводу противоположного пола, но женщины врут сильно, очень сильно больше, чем мужчины. Почему так происходит, как это использовать, и вообще что с этим делать, вы узнаете в следующем сюжете. Также я вам напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю текстовые версии статей. Также там есть две бесплатные программы тренировок. Одна для тела, FullBody90, другая для мозга, Neuromax90. Обе программы на 90 дней подойдут тем, кто хотел бы начать, но не знает как. Пожалуйста, ссылочки вот там внизу в описании. Обращайтесь. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха, и да пребудет с вами сила, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!